На Иссыкуле машина из кортежа президента попала в ДТП. В результате аварии погиб один человек, трое пострадали. Как отмечается, погибшим является сотрудник девятой службы ГКНБ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. По ее данным, в автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьева врезалась выехавшая на встречную полосу легковая автомашина. Уточняется, что президента в пострадавшей машине не было. В Оржской области в долине Кичаалай упал вертолет сил воздушной обороны Ми-8. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили некоторые информационные издания нашей страны. В ГКНБ при этом отмечают, что вертолет не упал, а совершил экстренную посадку, в связи с чем не сообщается. По предварительным данным, на борту вертолета находились 15 человек, предположительно бойцы спецподразделения «Альфа». По информации Министерства обороны, в вертолете было 10 человек. Также ранее сообщалось о том, что тяжелых пострадавших нет и что несколько человек получили легкие травмы. Однако позже в Оржской областной больнице врачи сообщили, что к ним с места ЧП привезли военнослужащего с тяжелыми травмами и сильными ожогами. То есть, предположительно, во время или после аварийной посадки вертолет загорелся. Подробности ЧП пока не сообщаются, но в ГКНБ подтвердили, что это один из двух вертолетов, в которых были сотрудники ГКНБ во главе с председателем Камчебеком Ташиевым, летевших в Чоналайский район для урегулирования ситуации на кыргызско-таджикской границе. Ташиев был на борту второго вертолета, отметили в Госкомитете. Таджикская сторона пытается освоить неописанные земли. Об этом сообщил главный чекист страны Камчебек Ташиев. Напомню, что еще утром глава ГКНБ вместе с представителем Кабинета министров прилетели в Чоналай. Во время встречи с местными жителями Ташиев заявил, что сейчас спецслужбы предпринимают все меры, чтобы не допустить эскалации ситуации, и рассказал, что намерен сегодня встретиться со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым. 1100 гектаров земли на участке Унчубулак – это неописанный участок. Они, основываясь на карты 1924 и 1989 годов, заявляют, что земля относится к ним. Но мы и сегодня подчеркиваем, этот участок не описан. Мы пост поставили на описанном участке. Таджикистан в последнее время пытается освоить еще неописанные участки. Вопросы границы надо решать мирным путем, без применения военной силы, без вреда местному населению. Также стало известно, что МИД Кыргызстана потребовало таджикской стороны демонтировать в местности Унчубулак установленные контейнеры. По их данным, послу Таджикистана в нашей стране вручена нота протеста в связи с целенаправленным проникновением таджикских военнослужащих и военизированной техники вглубь кыргызской территории. К трем часам дня пограничная служба ККНБ сообщила, что обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как относительно стабильная. Еще утром сообщалось о напряженной обстановке с Таджикистаном. Все из-за того, что примерно в три часа ночи таджикская сторона начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унчубулак Чумалайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до одного километра. Более того, наши пограничники сообщают, что с таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. Погранслужба ККНБ сообщает, что принимают все меры с целью недопущения эскалации конфликта. Однако погранпредставители республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки. Отметим о том, что соседи готовят провокацию. Еще несколько недель назад говорил депутат Акулу Бердиев. Мне местные жители сообщили, что на участке Унчубулак в Чумалайском районе собралось около 120 таджикских солдат. Четыре КАМАЗа, где также могут находиться военные. По 25 в каждой машине. Также, по неофициальным данным, на месте стоит и один БТР. Например, ранее мы могли на этой территории пасти скот. Но вот уже второй год таджикская сторона препятствует. Я не раз поднимал этот вопрос на заседании парламента, но мне никто не верил. В Унчубулаке есть также застава карамых и таможня. По словам парламентария, это не что иное, как очередная провокация со стороны таджиков. На заседании парламента депутат не раз заявлял, что на неописанном участке таджикская сторона готовит фортификационные сооружения для введения боевых действий. А местные жители жаловались, что военные соседней страны стреляют по скоту, принадлежащему кыргызстанцам. Сегодня днем, кстати, появилась версия таджикской стороны о том, почему минувшей ночью они вошли на неописанный участок и установили там контейнер. Соседи почему-то теперь этот участок называют согласованным. Действия пограничников Таджикистана показывают, что они не желают купировать конфликт. Доверие к таджикской стране как партнеру у политических кругов и пограничников Кыргызстана и так было не на самом высоком уровне. А после таких инцидентов оно, как минимум, не повысится, а будет снижаться. В середине мая именно там прошла встреча кыргызских и таджикских пограничников, которые договорились совместно патрулировать этот участок, потому что он не описан. После этого через две недели таджикская сторона заходит именно на этот участок. Вот это участок Унджубулак. Чабаны из Харамыка с давних времен пасли здесь кот. Это большая территория. Никто раньше не препятствовал. Как я ранее говорил, несколько месяцев назад таджики начали на этой территории копать окопы. Мне звонили местные жители и сообщали, что они стреляют по скоту. Эти факты неофициальные, поэтому чекистам нужно было отправиться на место и все проверить. И вот не проходит и трех дней с моего выступления в Джогурху Кенеша, как местные жители Чонгалайского района находят трех таджиков, которые скитались по горам. Вопрос, что они там делали? Почему они не перешли границу официально? У них рядом не было даже документов. Смею предположить, что это была разведка таджикской стороны. А вот и то самое видео. На кадрах видно, что несколько местных жителей в буквальном смысле слова допрашивают незваных гостей, задают вопросы. Поймали якобы граждан Таджикистана в горной местности отдаленного села Каратеид Чонгалайского района. Это оказывается жители Душамбе. Они убегали от нас. Но мы их все равно поймали. У всех сумки. Почему правоохранительные органы не следят за тем, кто и как переходит через границу? Сегодня ближе к вечеру стало известно, что главы правительственных делегаций в лице глав ГКНБ двух стран все-таки провели встречу. Ташиев и Етимов провели переговоры на неописанном участке в местности Унджубулак. Сообщается, что их итоги не дали ожидаемых результатов. Однако отмечается, что это был лишь первый раунд переговоров по этому участку границы. Отметим, что протяженность таджикско-кыргызской границы составляет более 970 километров, из которых делимитировано и демаркировано только 504. Кубат Хуанч Пикулу, Владимир Кулбалдиев, НТС. Сегодня депутаты Джугур-Кукинеша навестили бывшего премьер-министра Умурбека Бабанова. Напомним, его задержали 31 мая. А уже 2 июня в Первомайском суде было принято решение оставить Умурбека Бабанова под стражей на два месяца в СИЗО ГКНБ по делу компании Кумтор. Навестившие его парламентарии говорят, что бывший глава Кабмина чувствует себя хорошо и, как и ранее, не понимает суть обвинений и надеется на то, что следователи разберутся во всех деталях этого дела. Непонятно сложившаяся ситуация и жителям Таласской области, где Умурбек Бабанов родился и вырос. Сегодня сторонники экс-премьер-министра собрались в городе Талас, чтобы выразить ему слова поддержки. Все кыргызстанцы, скорее всего, понимают, с какой целью мы сегодня здесь собрались. Несмотря на возраст, я пришла сюда. Привело материнское сердце. Вина нашего сына не доказана. Сперва его задержали на 48 часов, а потом на два месяца его посадили. Мы очень этим огорчены. Наш сын всегда честно трудился, всегда создавал условия для народа. Даже следователь не смог объяснить, в чём его обвиняют. И почему даже на два месяца его посадили, тоже не смог объяснить. Раз уж он не виновен, надо его выпустить. Он бы ходил на допросы, когда его позовут. Вот так я думаю. Он был единственным премьер-министром в Кыргызстане, который вернул стране более 16 тысяч гектаров земли. Ведь он ставил интересы государства выше над интересами компании «Кумтор». Почему человека, который вернул землю государству, его сажают? Мы против такого решения. Он сам любит честность и справедливость, уважает и любит свою страну и всегда стоит за целостность государства. Всегда хочет служить государству. Много у него планов в отношении этого. Он хотел много чего сделать для своей малой родины. Без вины его задержали, из-за Кумтора обвинили. Мы считаем это несправедливо. Я очень отрицательно отношусь к такому решению судей. Мы надеемся, что судьи примут правильное решение. Не будем очернять человека понапрасну. Мы требуем, чтобы его отпустили. Мы требуем отпустить его немедленно, потому что он невиновен. Мы все видим и понимаем. Простой народ знает, какой человек Омирбек Токтугулович. Он за народ всем сердцем и душой. В 2017 году, когда он баллотировался в президенты, после выборов он не захотел будоражить народ, поднимать его на протестные акции и ставить жизнь людей под угрозу. Для него важна жизнь каждого кыргызстанца и поэтому он временно покинул Кыргызстан. После возвращения он доказал, что он невиновен. Мы все верим, что он чист и никаких законов не нарушал. Формулировка обвинения в отношении экс-премьер-министра такова. Умирбек Бабанов, якобы действуя в преступном сговоре, принимал участие в создании противоправной связи между должностными лицами, занимающими ответственное положение с представителями компании Центера Голд. Другие подробности дела следователи не сообщают. Отметим, пока идет следствие, на просторах интернета уже началась кампания по дезинформации в отношении Умирбека Бабанова. Это отмечают многочисленные юристы, которые наблюдают за происходящим со стороны. Много фейков, и в первую очередь они направлены на очернение. Но вот, например, пишут, что якобы он от Кумтора получил 150 миллионов долларов, да, за какие-то действия. Ну, первое. А какие действия Бабанов, будучи премьер-министром, будучи депутатом, в пользу Кумтора сделал? Какие действия произвел? Первый вопрос. То есть, если он получил, то должен получить за что-то, правильно, да, в этой ситуации? Ну, давайте его действия посмотрим. Премьер-министром, будучи премьер-министром, он своим постановлением у Кумтора обратно возвращает 16 тысяч гектаров земли. Это что, действия в пользу Кумтора, что ли? Далее. По словам его адвоката Амантура Абдрахманова, за это время Бабанов совершил только два действия в отношении Зао Кумтор. Создал комиссию, которая расследовала соблюдение компании «Природа охранных мер». А еще отменил постановление одного из его предшественников, Данияра Усенова, по передаче более 16 тысяч гектаров территории сырычат Ирташского заповедника Зао Кумтор. Правда, эти же земли пять лет спустя компания получила с легкой руки уже другого главы правительства. А будучи парламентарием, говорят коллеги Бабанова по депутатскому корпусу, фракции республика, как и сам лидер, голосовали по законопроектам в отношении Зао Кумтор только в интересах страны. Ну я один из этих депутатов, если бы он уговаривал депутатов, я бы об этом, конечно, знал и, конечно, я бы проголосовал. Но такого не было, потому что мы, например, по Кумтору, когда было голосование по решению комиссии Сады Радзиапара, ну, например, мы не были против, мы, наоборот, поддерживали. После этого, когда правительство Джантура Сатабалдеева, когда они принесли соглашение 50 на 50, мы были против и предлагали 67, чтобы доля 67 была крыгстанцев, а не 50 процентов. Мы всегда были на другой стороне. И потом, когда в шестом созыве проходил законопроект, чтобы отдать Кумтору ледник Давыдов и Лысый, по голосованию, можете протоколы посмотреть, Бабанов был против, я был против, наши коллеги Сабиров и другие были против, мы голосовали против этого законопроекта. Юристы напоминают, и ранее в отношении у Мурбека Бабанова предпринимались определенные действия. Были допросы и в финансовой полиции, и в ГКНБ, на которые он исправно ходил. Объективные доказательства его вины так и не нашлись. Да и не было чьих-то показаний относительно того, что у Мурбек Бабанов нарушил нормы законодательства, отчего и следует отказ бывшего главы Капмина идти на сделку со следствием. На сделку со следствием идут в том случае, если человек виноват. Что такое сделка со следствием? Это в первую очередь признание своей вины и раскрытие, предположим, схемы преступления. А если Бабанов это преступление не совершал, то о какой сделке может идти вообще речь? Почему следственный судья заключил под стражу у Мурбека Бабанова, а не применил другую санкцию, например, домашний арест или подписку о невыезде? Для юристов это тоже остается непонятным. Адвокаты у Мурбека Бабанова намерены в течение нескольких дней подать апелляционную жалобу на решение Первомайского райсуда столицы. Анастасия Соболева, Турган Язов, НТС. Чекисты задержали двух мошенников, которые, прикрываясь именем брата президента, пытались завладеть денежными средствами в размере 1 миллиона 250 тысяч долларов. Они спекулировали якобы личной заинтересованностью старшего брата главы государства Цабыра Джапарова по вывозу контейнеров с товарами народного потребления, задержанных и находящихся на территории Казахстана. При получении части требуемой суммы мошенники были задержаны. Чекисты отмечают, что сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех причастных к данному факту лиц. Сообщение по этому поводу сегодня распространила и пресс-служба президента. В нем отмечается, что глава государства ранее уже заявлял, что подобные лица подлежат немедленному задержанию, даже если они являются его родственниками. Поэтому, если такие люди обращаются или оказывают давление с использованием имени Садыра Джапарова, пресс-служба президента советует обращаться в правоохранительные органы. Министры иностранных дел Канады и Кыргызстана по телефону обсудили ситуацию вокруг Кумтора. Переговоры между Русланом Казахбаевым и Марком Гарно состоялись по инициативе канадской страны. Как сообщается, глава МИД Канады выразил обеспокоенность недавними событиями, влияющими на канадские инвестиции. В свою очередь, Руслан Казахбаев отметил, что Кыргызстан всегда выступал за создание благоприятного климата для добросовестных иностранных инвесторов и намерен и впредь придерживаться этих принципов. Он особо подчеркнул важность отказа от заявлений, способствующих однобокому восприятию ситуации, складывающейся вокруг проекта Кумтор. Руслан Казахбаев добавил, что в Кыргызстане приветствуются уважающие национальные законодательства и бережно относящиеся к окружающей среде добросовестные иностранные инвесторы для ведения честного, открытого и успешного бизнеса. Третий день в Бишкеке продолжается забастовка водителя микроавтобусов. В столице также стоит режим без маршруток. Накануне Министерство транспорта приняло меры против компаний-автовладельцев. Сообщается, что подготовлены предписания на 34 автотранспортных предприятия. А такие компании, как Восточный экспресс и Узар-Запад, уже оштрафованы на 13 тысяч сомов. Между тем, в столице также стоит нехватка общественного транспорта. В соцсетях распространяется информация о том, что забастовка водителей будет бессрочной. Хотя до этого сообщалось, что, возможно, через неделю маршрутки вернутся на линии. Тем временем 10 микроавтобусов под номерами 131 и 227 курсируют уже по городу. Безопасность водителям и пассажирам обеспечивают добровольные дружины и сотрудники милиции. В данное время мы нуждаемся в маршрутке, правильно? Они саботаж сделают, требуют повышения тарифа, но в данное время это не получится. Потому что такие проблемы не решают меры, только решают мишкейский городской генеш. А в данное время городской генеш нет. А если так саботаж сделают медицинскую сферу, медики и милиционеры, что тогда будет? Это незаконно же. По словам Мадамбека, водители должны понимать важность своей профессии. И прежде чем требовать у государства повышения тарифа за проезд, улучшить условия для пассажиров. Гражданский активист также отметил, что маршрутчики в среднем в день зарабатывают полторы-две тысячи сомов. В то время как врачи, которые отдают по 10-15 лет обучению, в месяц получают 10 тысяч сомов. То есть в день чуть больше 300 сомов. Почти в пять раз меньше, чем водителям маршрута. Медики, конечно, хотят, чтобы зарплату подняли, но чтобы массово не выйти на работу, говорят, это немыслимо. Если я и мои коллеги не выйдут на работу, вообще мы такое даже не можем представить себе. Мы давали клятву Гиппократа, во-первых. Во-вторых, мы всегда думаем о здоровье населения. Я даже не могу представить, как это не выйти на работу. Основная зарплата раньше была 5 тысяч, после вот в мае семейным врачам повысили на 100%. И получается у меня ставка 25. Это 12 тысяч сомов. Это вот в чистом виде. В то утро 2 июня, когда большая часть населения даже не знала о запланированной забастовке маршрутчиков, Гульнара Сорон-Кулова рассказывает, что она так же, как и многие сотрудники больницы, опоздала на работу. Ведь в коллективе немало тех, кто живет на окраинах города, а кто-то и вовсе за пределами столицы. Наши медсестры, врачи ездят аж с Окулука, с Канта. Конечно, они опоздали в тот день. Или у нас есть молодая доктор, она приехала в тот день на такси. Такси резко в первый день повысили тариф 90 сом за километр. Она доехала, говорит, за 460 сомов только в один конец. Вечером так же она уехала, она была возмущена, что у нее в день ушло 900 с чем-то сомов. Напомним, что вопрос об общественном транспорте в столице обсуждался вчера на заседании Джоорку Кенеша. Исполняющий обязанности мэра Бахтебек Кудайбергенов подвергся критике за неспособность разрешить ситуацию. Вы должны срочно собрать городской совет и решить транспортный вопрос. Если не можете, тогда снимите с себя свои полномочия. Не оправдывайтесь. Говорят, что вопрос на рассмотрении антимонополий или других структур. И надо подождать месяц. Так не пойдет. Если вы не можете собрать, тогда уходите со своих должностей. Мы постараемся собрать депутатов и решить вопрос. Если бы у меня были полномочия, если бы это было в моих силах, я бы давно сам решил проблему. Уважаемые депутаты, не говорите мне, чтобы я ушел с поста. Пусть этот вопрос решают другие представители власти. Пока депутатам не удалось решить вопрос. Несмотря на то, что на заседании обсуждалась забастовка водителей, никаких конкретных мер по решению вопроса предпринято не было. Водители-волонтеры продолжают перевозить граждан на собственных автомобилях. Довозят людей бесплатно, также представители учреждений, предприятий и бизнеса. Ширин Омурканова, Акзат Тюлеев, НТС. Милиция тем временем накануне вечером поймала одного из водителей маршруток, который упрекал своего коллегу за то, что тот вышел на работу. Отметим, накануне в соцсетях появилось видео, судя по всему, снятое одним из бастующих водителей. На кадрах видно, что он останавливается возле другой маршрутки и нецензурно ругает его водителя за то, что тот развозит граждан. Большинство пользователей соцсетей восприняли это как угрозу. Автора видео потом нашли сотрудники милиции. Вскоре в сети опубликовали видео извинения Сквернослова. При этом мужчина уверяет, что не угрожал другому водителю. В сети, кстати, распространяется также другое видео, снятое водителями маршруток. Они, проезжая мимо остановок, где в ожидании автобусов и троллейбусов стоят люди, предлагают их довезти до Ожского рынка за 100 сомов. Затем издевательски выкрикивают, что людям надо было согласиться на повышение платы за проезд до 15 сомов. Столичная милиция отрабатывает все версии исчезновения Орхана и Нанды. В ГУВД рассказали, как и где проводятся его поиски. В управлении представили фотоподборку моментов, когда милиция обыскивает все возможные места, где может быть разыскиваемый. Как отмечается, за прошедшие сутки были досмотрены гостиницы и отели, все участки строящихся зданий и сооружений, включая гаражные кооперативы и места стоянок, заброшенные здания, территории заводов и фабрик, лесопосадочные полосы и парковые зоны. Также поиски ведутся в предгорных районах, в руслах рек и каналов, на полях и сельхозугодьях, мусорных свалках и полигонах. Привлечены кинологические службы, используются дроны в труднопроходимых местах. В Бишкейке минувшей ночью вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки по улице Баканбаева. Загорелась, как рассказали жильцы квартиры, внутренняя обшивка, затем огонь распространился в другие комнаты. В квартире находились муж с женой и двое несовершеннолетних детей. Взрослые, видимо, пытались сами потушить пожар, но не справились. Мужчина получил ожоги рук и живота. Для ликвидации возгорания был привлечен один расчет. Примерно в час ночи огонь был полностью потушен. Для выяснения причины пожара назначены экспертизы. Каждый день по несколько смертей коронавирус продолжает забирать жизни кыргызстанцев. За минувшие сутки в стране от ковида скончались еще семь человек. Пять летальных исходов медики зарегистрировали в Бишкеке и два в Иссык-Кульской области. Накануне, напомним, сообщалось о девяти умерших. В Минздраве отмечают, что смертность в основном наблюдается у пожилых граждан, у кого есть сопутствующие болезни сердечно-сосудистой эндокринной системы. Сейчас, по данным республиканского штаба, в больницах находятся 1678 пациентов с ковидом и вне больничной пневмонией. Состояние 105 из них врачами оценивается как крайне тяжелое. Что касается статистики заражения, то суточный прирост новых инфицированных за минувшие сутки составил 383 человека. Больше всего больных выявили в Бишкеке. В столице ковид подтвердился у 177 граждан. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Бишкек! Добро пожаловать в Бишкек!